Утренняя свежесть кому-то приходит в выходные, а с кем-то она круглый год. И чтобы найти ее, ходить по пустыне 40 лет совсем не обязательно. Ведь Южная Корея гораздо ближе, чем может показаться при взгляде на карту мира. В этом убедился главный редактор Тюменской арены Дмитрий Рыбяков, который в эти дни находится на Олимпийских играх в Хёнчхане. Вариантов полета до Сеула из России много, но я выбрал самый бюджетный и самый короткий по расстоянию из Новосибирска. Когда началась посадка в самолет, мне показалось, что я уже не в аэропорту Толмачева, а в Корее. Пассажиры были в основном не европейской внешности. Всегда с волнением и тревогой отношусь к двум первым дням своей работы на Олимпиаде. За исключением Сочи, везде поначалу были неразбериха и путаница. Поэтому, прибыв в Сеул, ждал неприятностей. Но началось все здорово. Меня встретили волонтеры, тут же взяли аккредитацию, чтобы заламинировать ее и... Все быстро, четко. Без правовочек. Все четко работало, видимо, до меня, а мою аккредитацию машина съела и сломалась. К счастью, минут через 10 ее починили. Дальше меня сопровождали сразу три волонтера. Вместе со мной в столицу Южной Кореи прилетели два болельщика из соседней Свердловской области. Живут ребята в небольшом городке Реш и последние годы нередко колесят по миру. Что с собой взяли? Какие атрибуты? Флаги, шапки, куртки, удочки, колонки с гимном. Расстояние от Сеула до Канына. Именно в этом городе располагается ряд олимпийских объектов, в том числе медиадеревня, около 250 километров. Скоростной поезд преодолел его за два с половиной часа. В Каныне уже пришлось посложнее. Сначала долго искал шаттл до медиадеревни. В итоге дали легковую машину. Затем пришлось попотеть, чтобы заселиться. Отели для журналистов – это обычные новостройки. После игр в них заселятся местные жители. Условия для цены в 190 долларов за ночь, конечно, не супер. Общий вход и гостиная на три номера, небольшая комнатка и санузел. Но, с другой стороны, все необходимое для жизни есть. Да и времени на олимпиаде в гостинице проводишь совсем немного. Мне надо было срочно собираться на биатлон. Российским журналистам никто не запрещал носить форму с олимпийской сочинской символикой. Именно в этой форме я бежал по улицам Тюмени с олимпийским факелом. Именно в этой форме буду работать на олимпиаде в Пхенчане. Биатлонные старты открывались женским спринтом. Практически первыми, кого я встретил на стадионе, были наши прославленные стреляющие лыжницы. Чемпионка олимпийских игр Луиза Носкова и призер Ольга Мельник. Атмосфера, конечно, праздничная, но мы приехали пополезть за своих спортсменов, поддержать их. И сегодня в тортуру женщины Татьяна Акимова и Юлия Накашева, поэтому, конечно, мы желаем им хорошо выступить. Сильнейший ветер мог превратить стрельбу в настоящую лотерею. Но нашлись девушки, сумевшие справиться со стихией. Среди них Татьяна Акимова, закрывшая все мишени. Это позволило ей занять 20-е место. Звонили. Ирина Трусова накануне старта меня даже пожелала удачи. И это очень приятно. Они реально болеют, да, за тяги? Ирина Услугина. Да, конечно. Очень много людей, много поддержки. Очень сильно болеет. Я бы хотела огромное спасибо сказать всем болельщикам. Эта поддержка, она очень чувствуется. И ее очень много. На трассе, говорят, чуть ли не там несколько стран подгоняли тренеры. Кого помнишь там из тех, кто помогал? По всей трассе, практически на каждом метре, ну не на каждом смысле, но очень часто кричали тренеры. Там была Украина, Казахстан, Белоруссия. То есть украинцы, казаки, все помогали подгонять. Да, да, все наши. Просто им огромное спасибо. Они вообще там в каждый круг и на каждом месте вообще везде кричали. Пока писали интервью с Татьяной, не смолкали чешские болельщики, которые скандировали название своей страны. Но когда я попросил поболеть и за Россию, они это с удовольствием сделали. Россия! 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 Переживали мы, разумеется, и за тюменскую кореянку Анну Фролину. Три неточных выстрела отбросили ее на 32-ю строчку. Я стараюсь работать на результат, стараюсь делать свою работу, не отвлекаясь на различные факторы. Но почему-то все равно так и не получается мне сделать все без ошибок. Один раз, смотри, надо сделать все без ошибок. Трибуны как-то тебя поддерживали по особому? Ты слышала, нет? Да не особо так, но слышала, что были мои адреса, отклики, но так, чтобы трибуны так было громко сказано. Еще одна экс-тюменка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, с тремя промахами заняла 13-е место. А победила немка Лаура Дельмайер, которая быстро бежала и точно стреляла.